РФ потеряла с начала войны вдвое больше самолетов, чем смогла произвести. ВСР в 1922 году получили в распоряжении 29 новых боевых и учебно-боевых самолетов, однако это более чем вдвое меньше потерь в ходах войны в Украине, которые достигли 68 самолетов за 10 месяцев боевых действий. Согласно данным Центра анализа стратегии и технологии ЦАСТ, в российскую армию поступили 4 истребителя Су-30СМ-2, 10 фронтовых бомбардировщиков Су-34М, 7 истребителей Су-35С, 6 истребителей 5-го поколения Су-57 и 2 учебно-боевых Як-130. Также ВС пополнились 5-ю военно-транспортными Ил-76МД-90А. Потери в ходе войны в Украине ЦАСТ оценивает в не менее 30 боевых самолетов новых типов Су-30, Су-34 и Су-35. Эта оценка вдвое ниже данных аналитического проекта ОРЭКС, который фиксирует только документально подтвержденные потери РФ военной техники с начала вторжения 24 февраля 2022 года. Так, по данным ОРЭКС, РФ потеряла в Украине уже 68 боевых военно-транспортных самолетов, из которых 64 уничтожены, а 4 повреждены. В частности, уничтожены 11 Су-30СМ, 17 Су-34, а также 3 самолета Су российского производства. Итого на 10 новых бомбардировщиков Су-34 приходится 18 потерянных, 17 Су-34 и 1 Су-34М. Также РФ потеряла десятки самолетов советского производства. С советского производства самолеты летают до сих пор. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокольчик и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо!